Новые стандарты дошкольного образования и старые проблемы. 14 тысяч малышей в регионе в очереди в детский сад. Строят новые, ремонтируют старые, открывают билдинг, сады и семейные группы, а мест все равно не хватает. Впрочем, проблему в Самарской области власти обещают решить в ближайшие несколько лет и даже раньше установленных президентом сроков. Каким образом, обсудили на региональном форуме. Ирина Трофимова продолжит. Попасть в детсад сродни чуду. Многотысячные очереди, многолетние порой неоправданные ожидания. Одними из тех, кто до сих пор так и не дождался, стала семья Анисимовых. Сначала пытались устроить старшую дочь Еву. Встали мы в полтора года. Сейчас уже дочери пятый год. Очередь пока еще не приблизилась. И, скорее всего, наверное, до школы мы не успеем в сад. Теперь в семье появился еще и маленький Илюша. Скоро выйти из декрета мама двоих детей и не надеется. В пору открывать свой собственный детсад на дому. Но ни семейные группы, ни строительство новых садов проблемы до конца не решат. В очереди 14 тысяч малышей. Лидеры по нехватке мест Тольятти и Самара. Альтернативные варианты обсуждают на ежегодном региональном форуме педагогов и руководителей дошкольных учреждений. Самара у нас при этом является лидером по развитию вариативных форм дошкольного образования. Это и программа «Билдинг-сада», о которой мы уже достаточно много говорили. Это семейные дошкольные группы впервые у нас в области, причем полностью легализованные и действующие в рамках правового поля. Принцип такой. В частный сад принимают из общей очереди. За что и получают субсидии от государства. До начала этого года по проекту «Билдинг-сад» откроют 34 объекта. Мест хватит для полутора тысяч малышей. Их воспитывать будут уже согласно новым образовательным стандартам. Сейчас, в то время, когда происходит модернизация российского образования, большие изменения произошли в дошкольном образовании. Сейчас дошкольные учреждения все внедряют федеральные государственные требования в структуре общей образовательной программы. Как вводить новые стандарты на территории региона, пока размышляют. Примерные затраты 5 миллиардов рублей. Сейчас в Госдуме находится закон, по которому дошкольное образование принципиально меняет свой статус. Станет не подготовкой к школе, а самостоятельной ступенью обучения. Ирина Трофимова, Александр Каракулько, Новости губернии.